Здравствуйте! Многие эксперты сходятся во мнении, что мир сейчас переживает очередной виток финансового кризиса, который не обходит стороной нашу страну. И это несмотря на всякие там санкции и другие старания наших уважаемых партнеров. Согласитесь, мы все чаще слышим слова «экономия», «оптимизация», «секвестр» и другие. Все эти понятия сводятся к одному – сокращению расходов. В первую очередь, неэффективных. Но вот незадача. Те, кто призывает нас оптимизироваться, на себе экономить не очень-то и хотят. С экранов телевизора мы часто слышим о случаях дикой коррупции. Дома у губернатора находят почти миллиард рублей наличными, 800 дорогостоящих ювелирных изделий и ручку, которая стоит порядка 36 миллионов рублей. Голова государственной компании «Роснано» на закрытом корпоративе, не стесняясь, говорит, что у них много денег. Их так много, что по итогам года принято решение выплатить не одну премию, а две. И это при том, что у самой госкорпорации, по данным СМИ, чистый убыток значительно превышает выручку. И таких примеров много. Недавно о своих доходах и имуществе за 2015 год отчитались чиновники и депутаты. Например, самый большой доход в администрации президента зафиксирован у первого заместителя руководителя и равен чуть более 87 миллионов рублей. В правительстве Российской Федерации больше всех заработал министр по делам открытого правительства. Его доход почти полмиллиарда рублей. Но все же самыми богатыми вновь стали сенаторы и депутаты Государственной Думы. Доход у лидеров списка находится на уровне одного миллиарда рублей. К чему я это? Оптимизация, экономия, ведение принципа адресности, критерия нуждаемости – все это, как нам утверждает веяние времени. Мол, обстановка такая, что нужно затягивать пояса. Но если уж затягивать, то давайте затягивать всем. Вот вам интересный пример. В этом году пройдут выборы депутатов Государственной Думы. Состоятся они в единый день голосования 18 сентября, хотя изначально должны были быть в декабре. Помните, в прошлый раз мы голосовали 4 декабря. Сейчас же, в том числе и в целях экономии, решили все выборы провести в один день. Таким образом, получается, что действующие депутаты Госдумы не доработают до конца свой срок на два с лишним месяца. Кому-то это показалось несправедливым. И в законе о выборах депутатов Госдумы появилось одно вроде бы маленькое, но очень значительное дополнение. Согласно ему, за всеми депутатами Государственной Думы, которые не смогут переизбраться, сохраняются гарантии неприкосновенности, выплачиваются ежемесячные денежные вознаграждения, денежные поощрения и единовременное денежное пособие. А также сохраняются условия обязательного государственного страхования, возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью, медицинского, бытового и пенсионного обеспечения, права и условия пользоваться служебным жилым помещением в Москве и гарантией трудовых прав в соответствии с федеральным законодательством. И все это до 4 декабря включительно, не слабо. Не переизбрался, значит на работу не ходишь, а зарплату и все привилегии сохраняешь. Наверное, многим бы так захотелось. Хотя справедливость ради скажу, что не всем депутатам такое предложение понравилось. Нашлись и те, кто выступил резко против. Группа наших коллег-депутатов Государственной Думы вышла с инициативой эти бонусы, а в народе они давно получили звучное название «Золотые парашюты» отменить. При этом можно сэкономить вполне внушительную сумму бюджетных средств. Коллеги посчитали, что на каждого непереизбранного депутата придется потратить порядка полутора миллионов рублей. В такую сумму бюджету обойдутся своего рода «отдых» одного народного избранника за два с лишним месяца. А сколько будет таких отдыхающих, пока неизвестно. Но можно прикинуть максимальные расходы. Сумма получается серьезная – более 700 миллионов. Согласитесь, это огромные деньги. На них, например, можно построить несколько детских садов или школ, ремонтировать мосты и дороги, организовать полноценную детскую летнюю оздоровительную компанию, исполнить обязательства по льготному обеспечению лекарствами, обеспечить учащихся учебниками и рабочими тетрадями, да много чего полезного можно сделать. Например, сохранить скидку на оплату жилого помещения инвалидам и семьям, имеющих детей инвалидов, проживающим в приватизированном жилом фонде, которая с 1 марта отменена распоряжением правительства Архангельской области. Хотя об этой ситуации с отменой мер соцподдержки инвалидам мы более подробно поговорим в одной из наших следующих передач. А подытожить хотелось бы тем, что эти огромные средства, которые предлагают направить на золотые парашюты, можно потратить куда эффективнее и на нужды населения. Поэтому мы полностью поддерживаем инициативу группы наших коллег в Государственной Думе, которые вышли с инициативой эти бонусы отменить. Более того, мы внесли на рассмотрение сессии областного собрания соответствующий проект постановления, который, надеемся, поддержат и остальные депутаты. Следите за нашими новостями. И на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч!